Ну смотрите, сейчас они что делают? Они ведь меняют структуру поставок вооружения. Если раньше они исходили из другого стратегического замка, в основе которого являются создания терробороны, да, это понятно, запад, надо признать грамотно, и насыщение их вот этими средствами вооружения, сейчас они видят, что рисунок, значит, боевых действий меняется, они идут дальше, они делают ставку на тяжелое оружие. Вот все время тяжелое. Что такое тяжелое оружие? Ну вот идет поставка гаубиц, 72 гаубицы, говорит, Байден поставляет из Соединенных Штатов, да. Значит, в прошлый раз я говорил о самоходной гаубице Словацкой, да, французы там поставляют, и так далее, и так далее. Они, причем, обратительно, калибр этих поставок, это 155 миллиметров, все гаубицы 155 миллиметров, это очень крупный калибр, достаточно большой дальнейшей стрельбы, приблизительно там есть, конечно, расхождение, дальнейшей стрельбы до 40 километров. Можете представить, за 40 километров вот это все будет стрелять. Мало того, они начинают поставить еще более опасное оружие, за которое мы, конечно, должны что-то с этим делать, да. Это реактивная система залпового огня, 227 миллиметров, американская, значит, которая стреляет, ну, достаточно интересными степенью заряжения, она отличается от классики. Но самое страшное, на этой базе поставляется также ракета, управляемая ракета, с дальнейшей до 300 километров. Это оперативно-тактическая ракета высокоточная, то есть они могут нанести до 300 километров, это опаснейшая тенденция. Посмотрите, всю историю с танками связаны. В странах Восточной Европы, в общем-то, свыше двух тысяч танков, тысяч два варианта модификации местного характера. Это огромное количество, совершенно невероятное количество танков, которые, в общем-то, действительно не надо, там, переучиться, сел за рычаги, там, чуть-чуть-чуть-чуть, если там модернизация есть, и вперед. Это, что называется, родные танки, кстати, первые танки Т-7-2, это Харьковский танковый завод выпускал в свое время. То есть такого нащения оружием, значит, действительно надо принимать меры. Играет музыка.